Ребятушки, включила сразу новое видео. Почему? Потому что этот памятник заслуживает нашего внимания. Посмотрите, какого мужика лицо. Не знаю, ненормальное. У него, конечно, закрыты глаза, но всё равно. Какое-то ненормальное лицо у него всё равно при этом. Посмотрите, вокруг него черепа, да, сойти. Вот эти черепа, вот эти вот, бедных козликов. Тут тоже что-то интересное. Ну, яйца, как обычно, наши. Потому что, получается, видите, это как вот в церквях стоит вот эти. Это же не памятник, ребятушки. А как в церквях стоят вот эти вот саркофаги, да. Здесь он просто так на площади стоит. Видать, не смогли никуда сдвинуть. И так и оставили. Потому что он как-то всё равно стоит. Странно, да, согласитесь, ребятушки. Не, 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 не как-то не в центре никак. А стоит просто саркофаги, да. И просто его так и оставили. Поглядите, наши семь этих шаров. Я уже знаю, что семь. Нет, шесть, шесть. Тут тоже вот как бы наши листья. И как бы такой, как будто бы какие-то щупальца. Львиные морды, в общем, яйца. В общем, ребятушки, сто процентов это было уже. Здесь стояло. Но так как с ним ничего не могли сделать, так и оставили. Понимаете? И этот вот странный вообще мужик, конечно... Вон тут... Давайте посмотрим, смотрите, как тут... Как типа маузерева, но как грибы, видите? Тут как метастазы. Горь, смотрите. Вот как вот это вот точно вот разрастается, видите? Как грибница. Да, почище, чем, извините меня, в музеях тут такое значение вообще. Вот, посмотрите, я вам покажу, вот. Как красиво, да? Вот как вот интересно вот эти церкви, как бы церкви. Как они вот в разные виды, всякие разные уровни. Там маленький купол, большой купол, потом еще пять маленьких, потом еще какая-нибудь капелла там, мол... Вообще, интересно. Само то же строение тоже, как бы надо подумать, да, надо? Давайте посмотрим, что здесь. Ну, здесь, ладно, то же самое, что там, с той стороны тоже. Тут опять вот этот, видите? Да-да, написали уже, чтобы уж как-то объяснить наличие вот здесь, вот этого памятника. Типа, ну-ну. Тут вот, видите, как обычно, ванна. То есть непонятно, зачем ванна-то, да? Сделал ты, как бы, статую, но зачем, как бы, ну, статую, памятник, да? Объясните людям, зачем вы тут же присобачили еще, как бы, фонтан, который он, как бы, вообще здесь... Как бы, по идее, вы не собирались его делать. Так что не обманывайте, пожалуйста. Так, ну, я понимаю, что мне нужно туда и тебя, да? Я так думаю, что нужно идти туда. Смотрите, там какие огромные яйца. Офигеть, просто огроменные, огроменные. Тут что? Мол, какой-то герб. И вот, посмотрите, вот эти, да? Там мы уже в Милане видели, да? И отбита так. Теченьюшками сделано. В Милане так много, так и дому. Я говорю, ребята, что я все больше убеждаюсь, что эти вот, эти вот, так называемые города... Ну, нифига себе, посмотрите, какие кольца тут. Огромные, да, абсолютно? Так называемые города, они вообще абсолютно не были городами никакими. Все кольца по всей стене, эти кольца. Огроменные, просто огроменные. Самое интересное, что там тоже, посмотрите, там, скорее всего, были кольца, но их сняли, чтобы людей вопросов не было, видите? Потому что, смотрите, вот такие подставки, да, смотрите? И такие же подставки здесь, смотрите, видите, где кольца, посмотрите? Видите? Видите, тут подставка, это подставка. А там, наверху, покажу вам, только, видите, как бы базовки. Вот так вот, и там, посмотрите, тоже на самом верху. А кольца, ребятушки, сняли, чтобы... Ну, и я понимаю, что им вообще так все равно. Они, видите, они вообще на любую, на любую ерунду придумают объяснение. Но, знаете, решили снять, ну, как бы, чтобы лишний раз не придумать, что... Зачем тогда кольца и наверху, если они там для воды, там, для чего-то, ну, вода была, да, там... Ну, они решили, лучше мы снимем кольца. А кольца были 100%. Вот. Смотрите, какая арка, да? Смотрите. Так, я так понимаю, что мне туда надо идти, видите, на эту красоту. На эту красоту мне надо идти, видите. Вот он на батистер, естественно. Ветушки очень интересные у меня назначение батистером. Вчера я подумала. Ведь, смотрите, правда, внутри батистера большого всегда есть батистер маленький. Ну, там вот этот, не батистер, а... То есть, внутри вот нашего, видите, мы уже сколько раз видели. Внутри большого вот этого восьмиугольника. Внутри есть всегда маленький. Ну, как маленький? Ну, для них маленький, по сравнению со стенами. Маленький восьмиугольник из всегда, из мрамора или гранита. Вот. Тоже восьмиугольник, да? И вот, может быть, действительно, как-то встать туда и... И что-то при определенных условиях, что-то случается. Вот тоже вот интересно. Такое предположение у меня. Потому что, ну, зачем такой огромный батистер, да еще такой красивый, как бы так... Видите, какая тут решетка красивая. Посмотрите, какой огромный батистер. Ужас! Ну, интересно, что, ребятушки, в Милане нет батистера. В Риме, не знаю, время вроде есть. Но еще мы Рим-то еще так не так уж прямо и изучили. В Риме еще надо съездить будет, в Костелло зайти там. Но пока единственный город, где нет батистера вообще вот конкретно, это все-таки Милан. Вот. Потому что, может быть, как раз вот Милан относится к нашей реальности, которую мы так раскрутили как бы недавно. И поэтому этот город считается... Вы посмотрите, тут такой интересный пол. И этот город считается городом Муссолини. Все-таки сильнее, чем Рим. Какие интересные здесь в доме. Посмотрите, кругляши, а там чипки. Посмотрите. Еще есть вот тут вот. Еще решетка, посмотрите, какая красивая. Да, она батистер. Вау! Вот это да. Вот это что я вижу. Посмотрите. Ни фига себе. Вот такая он лидер, какая очередь. Что и какая очередь? А, это вот этот базилик. Ой-ой-ой-ой. Ну ни фига себе. Батистер, сосредоточил. Батистер тоже закрыт. Я приехала-то рано, а обстоятельство, они уже как очередь, да? То есть, наверное, откроется-то еще такого в 10. Да, ребятушки, это, конечно, просто не описываю красиво. Да. У меня просто нет слов. Я офигела. Я под офигелом. Пойдемте, обойдем его. Батистер там тоже очередь, наверное. Ну, Батистер мы точно зайдем. Я так не вижу, что здесь очередь была. А это-то, конечно, вообще ужас. Просто. Вы поглядите. Какая красота тени. Посмотрите. Это вообще офигеть. Ну, внизу так грязновато. Грязновато. Сейчас мы будем его полностью обходить. Сейчас время у нас нет. Блин, вот. Подождите. Какой-то он чувствуется как-то тоже неровный. Видите? Какой-то один край, посмотрите. Я думала, что не было так. Тоже и вот искривление здесь действует. Офигеть, ребятушки. Ну, здесь, смотрите, не четыре лепестные вот эти вот дыры, цветы вот эти, видите? А? Больше там, посмотрите, вообще. Дырки-то, дырки-то вот, кстати. Дырки в крыше, да? Вообще. Просто. Ну, пойдемте обходить. Ладно. Подойдем. Я представляю, как будет жарко, потому что сейчас уже жарко. Интересно, что здесь нарисовано. Давайте посмотрим, какой-то обсудите. Смотрите, видите? И там везде вот этих ремелок, посмотрите. Видите? Везде эти ремелок, посмотрите. По всей, по всей, посмотрите. По всему ободку, посмотрите. Смотрите. По всему ободку, какие-то НЛО удивительные. Там наши кораллы, здесь. Так, он как бы похож на Батистер, да? Но, естественно, он вообще уникально огромный. Там, посмотрите, будем дальше идти. Дом, видите, с какими-то тоже арками тут, проявленными наполовину, видите? Ну, ребятушки, они уже вот эти вот дома, вот эти вот всякие вот эти дома, церкви, да, как бы. Как он называется? Катедрали, да. Купола, Санта. Репарата Батистера, Компанили, Музеи, Антика, Канолика. Сан-Джованни, как обычно, Батиста. Они меня пугают, знаете. Они меня пугают. Они меня в первый момент, может быть, ну, потому что я просто никогда не видела, да? Ну, так как я это уже все изучаю уже сколько, они меня начинают потом просто пугать. Так. Сейчас я его полностью обойду. Иду, посмотрю потом, куда можно зайти, потому что тут куда-то можно было бы зайти, конечно. Смотрите наши длительные ракушки. А там наверху вот опять же такая вот сторбень, да? Как будто вот как это все держится, да? И не рухнет. Даже сфотографировать у меня не влезает вообще ничего. Камеру, только кусками все. Так, было он такой вот весь красивый, но ну, как грязный, да, посмотрите. Ой, это как небо так движется, кажется, что он падает туда, в ту сторону. Это квадраты, посмотрите, квадратные окна, которые не про... Ну, они не просто, они просто как ниши, видите? Как заготовки. Да, действительно. Грязная зеленая красота получается. Все, я его обойду. Все, я его обойду. Какой он огромный, дожди. Вот вообще невозможно сделать фотографию полностью. Видите, они его тоже называют «дома». Видите, они его тоже называют «дома». «Дома». Там наверху тоже львы, видите? Но не по всей этой. Ну, не знаю. Конечно, оно огромное, очень огромное. Просто удивительно. А что они там пытаются? Оно само себя залечит. Не пытайтесь там его растарелить. Ну, они, наверное, прекрасно-то знают. Поэтому делают вид, что как бы они работают. На самом деле ждут, когда все само там отремонтируется. Вот, посмотрите, сколько я обхожу. О, ужас, какое оно. Просто офигеть. Ведушки, а башни, это вообще, да? С маленькими эти вот арочками наверху. Вся как пряник украшенная, кстати. И там, видите, можно заходить и идти наверх смотреть. Ну что, пойдем? Пойдем, сходим наверх. Там, смотри, очереди особо нет. Ну, что-то все стоят в очередь сейчас. Другие места. Видите, сюда куда-то стоят в очередь. А, может быть, за билетами? То есть там, наверное, билеты нельзя купить. Вот эти вот квадраты, вообще, внизу, очень интересные. Билетерия. Мамма, нет. Мамма, нет. Какая? Какая? И что-то они стоят, не двигаются вообще. Интересно. Что, постоять, что ли? Просто можно было бы подняться наверх. На башню, да? Давайте постоим. В кафедральное тоже нельзя заходить, я так понимаю. Так. Витату интрара. Витату интрара. Ну, все-таки я хотела бы подняться. Давайте постоим в очередь, ребятки. Постою в очереди. Давайте, пока я выключусь.